Окей, говорю буквально два слова, а именно мы начинаем. Сегодня у нас первое занятие по курсу, который является курсом обсуждения книги Рава Уришерки. Книга называется «Наилитик душа Бателла», потому что на русский переводится, как обычно все переводы, они достаточно условные, но тем не менее прямой перевод он такой – «Святость и природа». У нас сегодня первая тема – глава «Человек и вера». Мы начинаем с этой главы. Общая рамка может быть достаточно изменяемая, но в принципе мы подразумевали так, что мы не будем читать иврит фразу за фразой, а докладчик Андрей Альбин подготовил некоторое объяснение того текста, который мы сейчас будем изучать. Я вклеил в чат иврит, вы можете как бы следить. Ну и, соответственно, будем обсуждать. И наша главная идея – это понять, что хотел сказать Рава Уришерки. Тем более, что задача не очень простая. Рава Уришерки писал, во-первых, на иврите, и, во-вторых, все-таки изначально, я думаю, не то, что даже он имел в виду аудиторию, но в самом тексте достаточно много вещей, которые для, ну скажем так, ненатренированного уха и на иврите, и вообще, с еврейской темиологией, еврейской традицией, они могут быть непонятны. Наша задача – их как бы понять и уяснить. Окей? Ну все, я как бы свою преамбулу кончу. Итак, первая часть книги называется «Человек и вера». Первая глава – «Цель жизни», и первая подглава называется «Одна цель». Вот такая у нас система. Итак, свою книгу Рава Уришерки начинает с вопроса «В чем цель жизни?». Ну, книга написана на иврите, некоторые термины прямо не переводятся на русский, и там цель называется «Тахлит». Да, я попрошу Натана объяснить тонкости, чем отличается «Тахлит» от понятия «цель». Смотрите, я постараюсь наиболее близко, как мне кажется, к современному русскоязычному уху, скажем так. «Тахлит» – это одно из центральных слов в еврейской ментальности вообще. Я думаю, что я правильно понимаю Рава Уришерки. В современном иврите это, ну, как бы, ну, только даже сленг. Я думаю, что это перевод, и так, как это звучало на Ашкеназите, возможно, на Идиша, и называется «Тахлит». «Тахлит» – это то, что в современном русском языке называется, как я понимаю, и поправьте меня, если я говорю неправильно, называется конкретно. Вся еврейская жизнь – это «Тахлит». Человек говорит, 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 его прививают и говорят «Тахлит, что ты мне хочешь сказать?». И поэтому, как бы, вся идея в том, что вся деятельность человека, она подчинена какому-то «Тахлиту». У него должен быть «Тахлит». И поэтому вот это слово «Тахлит», оно, цинкально, это не просто задача, а это задача из других слова. А задача – это когда, как бы, вот, кидают стрелу в мишень или стреляют в тире. «Тахлит» – это гораздо, это более емкое слово. Это, с одной стороны, емкое, а с другой стороны, это и тактика, и стратегия. Это, в принципе, что ты хочешь сделать для того, чтобы достичь что-то. Ну, вот, как бы, такая идея. Окей? Предназначение, цель, да, суть. Так можно перевести. Итак, с этого вопроса «В чем цель?», «В чем Тахлит жизни?» Рафшерки начинает свою книгу. И этот вопрос подразумевает, что у жизни есть цель, да, если мы спрашиваем, значит, мы имеем в виду, что у жизни есть цель. На самом деле это вовсе не очевидно, и этот вопрос тоже нужно прояснить, да, есть ли у жизни цель вообще, да, и на этот вопрос могут быть, соответственно, два ответа. Цель нет, и цель есть, да, и чтобы решить, какой ответ выбрать, Рафшерки дает нам такой интересный пример. Представим, что человек ложится спать у себя дома, но на следующий день он просыпается в совершенно другой реальности, видит небеса оранжевого цвета, в них две луны, почва голубого цвета, кругом летают странные зеленые создания и издают диковинные звуки. Понятное дело, и человек продолжает в этом всем жить, понятное дело, что он будет задаваться вопросом, где я, как сюда попал, зачем я сюда попал, что от меня хотят, как отсюда выбраться, да, это естественно. И любой из нас, на его месте себя представив, конечно, будет задавать такие вопросы. Если человек восприменит это как есть, да, не задавая вопросов, будет жить в этой реальности, то, скорее всего, это сумасшедший человек, да, то есть отсюда мы видим, что, как бы, вопрос о цели, да, он естественный. Так чем же отличается наша ситуация от ситуации этого человека, да, что мы живем, а мы, как бы, только привыкли к тому, что здесь ничего не меняется. Но наш мир, да, в котором одна луна, небеса голубые, там, день сменяет ночь и так далее, он не менее странный и не менее сюрреалистичный, чем мир из примера Рава Шерки, да, просто мы к нему привыкли. Вся разница в том, что, когда мы в этом мире очутились, да, мы не умели задавать вопросы. Когда мы научились задавать вопросы, то мы к этому миру уже привыкли, да, на самом деле мы находимся ровно в такой же ситуации, нас здесь когда-то не было, мы очутились тут, не факт, что все должно быть так, как есть, да, и поэтому вопрос, как я здесь очутился, да, что здесь происходит, что от меня хотят, да, как отсюда выбраться, вот это как раз вопрос о Тахлите, да, он является естественным, да, и таким образом Рав Шерки приходит к выводу, что есть цель, да, о вопросе, то есть оппозиции нет цели, то есть она, ее можно как-то философски умозрительно обсуждать, но она противоречит базовому ощущению человека такому, что жизнь без цели, она бессмысленна и невыносима, то есть таким образом мы пришли к тому, что цель есть, да, вот здесь кто-то хочет с этим поспорить. Да, поднятая рука, есть поднятая рука, обращай внимание, да, самое лучшее действительно поднимать руку, то есть нажимать значок руки, тогда, да, Игорь, вы хотите действительно задать вопрос, либо вы просто нажали на значок? Да, я хотел задать вопрос. Да, отлично, мы вас получим. Обязано ли тахлит с тахелет, ну, в смысле, с голубым, то, что вкрапление нити? Нет, по-другому пишется, не связано. Ну, то есть, можно что-то такое выстроить, но, опять же, тахлит не связан. По Пшату не связано, по Драшу, конечно, связано. Да, хороший вопрос, но так по-простому не связано. Народ, активно, как бы, участвуйте в этом смысле, поднимайте руки, говорите, все, чтобы мы понимали, что вы, как бы, с нами, хорошо? Если вопросов нет, тогда мы, как бы, движемся дальше, хотя теоретически вопросов может быть очень много. Да? Я слышал чей-то голос, нет? А у всех, кстати, виды... Это я просто значок, как... Не понял, как снять, он все... Я убрал, я убрал, нет проблем. Спасибо. Окей. Всем видна презентация, вот есть цель, нет цели. Думаю, да. Да, это думаю, да. Да, святость природы. Да. Мы видим первый слайд. Я же следующие слайды запускаю. Их не видно? Так, приехали. Я тут... Второе, окей. Окей. Так, ну, хорошо. Пусть будет так. У кого-то есть еще вопросы или возражения? Может быть, кто-то хочет встать на позицию нет цели и доказать ее аргументированно? Ну, народ молчит, я заброшу одну вещь, хорошо, но можно как бы ее пройти. Мне, честно говоря, это показалось довольно, ну, как бы, неоднозначно. Правильно? Почему? Потому что пример с зелеными человечками. Если человек вырос среди синих человечков, то, наверное, действительно, он как бы свой стопчок у меня зеленый. Поскольку мы не помним, когда мы рождались, мы не помним, как мы были, ну, не знаю, в чреве матери, мы не помним до того. Мы начинаем что-то ощущать, и для нас это естественная среда. Поэтому я не вижу, чтобы вокруг меня люди все время задавали вопрос, зачем я живу. Да ладно. Ну, да, но я не вижу этого, ну, как. Шел, встал, проснулся, у человека есть его, как бы, физические потребности, надо есть, надо это, надо дети, надо в школу, туда-сюда. Но человек не каждую минуту не спрашивает себя, зачем я живу. Живу. Да не может такого быть, чтобы здравомыслящий человек не задавался этим вопросом. Я не говорю про детей. Я говорю про взрослых людей, которые уже, ну, что-то соображают и о чем-то думают. Не может такого быть. Неужели ты встречал таких людей, у которых нет этого вопроса? Ну, я встречал очень мало людей, которые все время меня на улице спрашивали, послушай, в чем смысл жить. Так обычно не происходит. Я даже не про это, я просто говорю, что логика Рава, она, ну, не знаю, мне она не сто процентов понятна насчет того, что вот человек вдруг смотрит вокруг него такой мир и все. Человек – это естественная ситуация. Человек, например, который вырос, не знаю, в горах, для него горы, естественно. Человек, который на равнине, человек в пещере, может быть, вырос, но, не знаю, для него пещера будет нормальной и так дальше. Или там в избе, все прочее, они спрашивают себя. А если меня принести в избу, я буду спрашивать. Ну, как бы, непонятно этот триггер. Почему человек должен спрашивать, когда вокруг него вот такой вот мир, там, зеленая трава и все. Для него естественная ситуация. Не знаю, мне это было не очень понятно, но, может быть, я что-то не понял. Окей. Ну, может, ты просто имеешь в виду, что не очень удачный пример, но с твоей точки зрения. Ну, да. Да? Нет, пример-то как раз правильный, да, что мы должны понять, да, что мы находимся в такой же ситуации, как этот человек. То есть нас тут не было, мы тут очутились в этом мире. Почему мы считаем это нормальным, да, на самом деле это вопрос. Вот, но это вопрос не ощущения, а вопрос, как бы, философской рефлексии, да. Ну, может быть, да, может быть, да. Эх, было бы понятно, что если человек, если бы человек помнил, что он до этого мира был в каком-то другом мире, понимая, что в переходе из одного в другое, он бы спрашивал, а что такое произошло, что в другое. Ну, поскольку это его нормально, он ничего кроме этого не знает. Почему он должен спрашивать этот вопрос? Если он высокодухотворенный, прочитал Раба Шерки, побывал на наших занятиях, ну, наверное, он начнет спрашивать. А если нет, ну, так а почему? Ну, он всегда видел голубое небо, зеленую траву и как бы так дальше. Ну, можно спросить, почему так, жара такая становится. То есть все как бы не меняется, почему он до нас спрашивает. Ну, хорошо, пойдем дальше. Поэтому я как бы понимаю, мы видим зачин, я как бы, я думаю, что я понимаю логику Раба Шерки. Он начинает как бы с самого такого, с низкой точки, очень простой, типа, ну, очевидно совершенно, что человек до нас спрашивает. Но потом он это дело закручивает и становится как бы, ну, более интересно и более понятно, скажем так. Поэтому давайте, наверное, продолжим. Итак, мы пришли к тому, что цель есть. Ну, теперь то, что есть цель, да, понятно, что может быть опять два варианта, либо цели две или больше, либо несколько, либо одна. Да, и с этим тоже нужно разобраться. На первый взгляд, жизнь, в которой несколько целей, кажется богатой и разнообразной. И опять же, здесь Раб Шерки приводит пример человека, у которого две цели, два интереса. Он любит ловить рыбу и любит собирать марки. Да, и это вот два его смысла жизни. Вроде бы все нормально, он уделяет время и тому, и другому, ловит рыбу, собирает марки. Жизнь его интересна и разнообразна, но в какой-то момент он может встать перед выбором приобрести самую редкую марку, которую он всегда искал, но упустить самую большую рыбу в своей жизни. И когда он встанет перед таким выбором, ему неизбежно придется выбрать что-то одно, и тогда он упустит что-то другое, и он будет разочарован. Жизнь его превратится в кошмар. И на самом деле, в любом случае, он будет сожалеть, если выберет что-то одно, и упустит другое. И действительно, если цели больше одной, то они всегда будут оспаривать друг друга и конкурировать за средства человека. То есть за его время, за его силы. И человеку придется выбирать что-то главное. То есть таким образом он всегда будет находиться в сожалении. Будет находиться в сожалении. Есть и хазаль, мудрецы говорят, что грешники полны сожалений, потому что их все время тянут разные стороны их личности в разные стороны. То они плохо себя ведут, потом они раскаиваются, и у них есть такие дни, когда они одни желания исполняют, когда они другие желания исполняют и так далее. В чем проблема? В том, что они не могут разделить это на главное и второстепенное. И в молитве Амида, которую читают вечером на выходе из субботы, есть добавление в благословение, дарующее знание, который звучит так. «Да будет воля твоя, чтобы грядущие дни наши были дними мира, свободными от всякого греха, чистыми от всякого преступления». И здесь самое интересное. «Медубаким ба иратехан» «Склеенными трепетом перед тобой». И вот эта формулировка не очень понятная. Раф Кук ее объясняет так, что дни должны быть склеены, чтобы человек не был в душевном раздрае. И трепет перед Богом, там сказано, они склеены трепетом перед тобой. И трепет перед Богом – это та общая цель и тот клей, который склеивает дни. И единство души – это одно из самых базовых условий для счастья человека. Нам нужно склеить дни, чтобы они не разваливались, чтобы эти цели не конкурировали между собою. Таким образом мы приходим к тому, что цель должна быть одна. Да, есть какие-то вопросы? Народ, вопросы. Ну хорошо, пока народ думает. Можно? Да, да, конечно. Ну вот это, наверное, как, когда целей много. Это когда человек, наверное, все равно задается вопросом, что есть какой-то смысл и какая-то цель. Просто, может быть, не всегда он получает правильный ответ и принимает это все для себя. И у него складывается такое различное представление, как бы несколько целей и смыслов в жизни появляется. В любом случае у человека несколько целей. Если человек живет, чтобы прославлять Бога, исполнять заповеди и так далее, еще одна цель – быть здоровым, следить за своим здоровьем, иметь еду, иметь кровь и так далее. То есть все эти цели, множество целей ведут к одной цели. Есть какая-то сверхцель в любом случае у человека. Правильно. Окей, мы это дальше будем рассматривать. Мне кажется, что, как я понимаю, логика Рава Шеркина такая. С одной стороны, он говорит, ну, ребят, все очень просто. Вот зеленые человечки там, проснулся, что такое, откуда такое, куда я попал вообще, куда меня занесло. То есть не может не спрашивать вообще. А с другой стороны, мне кажется, он поворачивает по-другому этот кубик-рубик. Он говорит, вообще все не так просто. Смотрите, есть специальная браха, да, от Аханантана. Аханантана – это интересное слово. Это даже не просто дал, это ты наградил меня. То есть это дал что-то сверхобычного. Не просто дал мне там обувь или кусок хлеба. Ты наградил нас чем-то, чем-то. А, это, знаете, и тогда дальше то, что говорят Хазар, то есть Равкок, по-видимому, идея такая, что человек по природе все-таки, он думает. Теперь дальше думание – процесс сложный. Он может человека свести с ума. Для того, чтобы он не сошел с ума, его наградил Господь каким-то некоторым механизмом. А Равкок еще объясняет, что хорошо бы это использовать таким образом. Вот они были склеены, это получалось как бы одна такая штука. То есть понятно, что ты должен как-то идти по какой-то дороге, чтобы что-то понять. Но это дорога, дорога, она должна быть быстро соответствующим образом. То есть начал с того, что все как бы совершенно очевидно, это пши. А теперь получается, что совсем как бы не очевидно. Более того, должен быть специальный инструментарий, чтобы не сойти с ума. Чтобы отвечать на такой простой вопрос. Где я и что это за зеленое человечество? Вот так я понимаю. Окей. Вот этот как раз способ не сойти с ума, он-то нас и уводит от вопроса о цели жизни. Да. Потому что мы каждый день просыпаемся в одной и той же реальности. Это для того, чтобы мы не сошли с ума. Но от этого мы привыкаем и забываем задавать такой вопрос. Проблема. Да, смотри, эти вопросы с рыбной ловлей и с марками, ну, не знаю, я как бы так для себя не стопроцентно принимаю. Есть такое по-русски было выражение, осталось разносторонне образованный человек. В целом человек, у которого много разносторонние интересы и все, что он как бы развивается, там, пятое-десятое. Ну, а, глядя, человек упертое, вот упертое человек, который действительно, вот он в своей рыбной ловле, он каждый день, знаешь, бежит на речку, ловит как бы рыб. Понимаешь? Но, может, при этом, действительно, он поймает рыбы больше, если бы он сейчас времени проводил в том, что он там еще и в маркинг собирал. Не знаю. Окей. Но, во всяком случае, это браха из то, что читается Муцей Шаббат, это, мне кажется, это сильная вещь. И то, что склеены дни, мне кажется, это тоже сильная вещь. Некоторая непрерывность переживания, так мне кажется. Мы вообще Бога-то берем в расчет, что у каждого, у Бога на каждого есть свой резон, как на каждого человека. Нет, мы сейчас... Или просто человек как сумасшедший, мы сейчас рассматриваем, родился, ничего не знает, решил марки собирать, рыбу ловить и так далее. То есть опыта поколений нет, ничего у него нет. Ничего не знает, родился, как дурачок бегает и начал опыт свой, согласно своей жизни приобретать. О чем мы говорим? Мы сейчас самое главное, мы хотим понять Раву Шерки. Мы как бы не говорим о том, что хочет Бог и все. Мы сейчас самое главное, про это Раву Шерки. Мое отношение такое, я про какие-то вещи говорю. Мне это понятно, мне это менее понятно, мне это кажется потрясающе интересным. Но понятно, что ты вообще-то разговариваешь про некоторые общие вещи. Если мы сейчас сразу же пойдем на такую ступень о том, что Бог хочет, а что, например, для каждого человека, мы как бы просто вылетим в открытый космос, правильно? Самое главное – это понять Раву Шерки. Поэтому мне кажется, правильный, не то, что я назначаю, но правильный русло вопросов такой – я не понимаю, что здесь говорит Рав Шерки. Или мне это более понятно. Либо объясните мне, почему Рав Кук говорит это так. Это так. А самый общий вопрос насчет предназначения, что Бог дает каждому человеку, посмотрим, что Рав Шерки будет надо отвечать. Вот так, по-моему. А вот еще вопрос. Рав Шерки, он жив? Замечательно. А почему его не спросить? Что он имеет в виду? Что мы здесь переваливаем из пустого порожья? У нас есть его книга, мы ее читаем постепенно. Он для этого пишет книги, потом технически он меньше как бы замен, он меньше предоставлен для слушателей. То есть это не IAI, то что сейчас называется, искусственный интеллект, который ты можешь задать вопрос, и Оракула отвечает. Здесь другая вещь. У него как бы это не искусственный интеллект. Он пишет некоторые вещи, которые он, я так думаю, продумал. Они очень все сдобрены как бы своим его, как обычного автора, его личным подходом. Мы чувствуем здесь Рава Шерки. Это наша идея, как бы понятие даже через русскоязычный, через русский перевод. Ну а спросить Рава Шерки, ответов на этих вопросов, конечно, но он бы сыграл, вот есть его книга. Хорошо, идем дальше? А вот здесь вообще история про отца Авраама, как он зашел в жизнь, как он зашел в понимание. Юр, секунду, еще раз. Забегаем? Мы не можем сейчас начинать с Авраама. Если Рав Шерки сейчас будет говорить про Авраама, мы остановимся на Аврааме. Ясно, все понял. Я дико извиняюсь, потому что мы как бы... Я тоже извиняюсь, потому что я... Все, дорогому, все замечательно, все отлично. Окей, идем дальше. Про Рава Кука прочитали? Рав Кука, по-моему, это очень интересно. Да, можно спросить. Да, мне недолго. Ну вот здесь он приводит о том, что свободными от всякого греха и от всякого преступления, и говорит склеенными трепетом. Да. Что это имеется в виду? И то, что вот дальше там идет трепету перед Богом, это становится... Ну, самое главное, это трепет перед Творцом, получается? Или что вот в этих... Да. Я думаю, да. Я думаю, да. Я думаю, да. Я думаю, что вы, задав вопрос, уже на него ответите. Я думаю, что религиозный человек, ответ он заключается такой. Чтобы не зайти с ума, верь в Бога. Это простой ответ, который я вам сказал, не словами рабочими. Здесь говорят более умные слова. Но то, что на еврике называется Илья Ташем, это Богобоязнь, то, что переводится по-русски, это да. У человека должна быть какая-то крыша, для того, чтобы мы не снесли крышу. Чтобы крыша к крыше не слетала. Вот эта крыша, это трепет перед Богом. По-моему, такое ответ. Андрей, как... Чем отличается грех от преступления? Ну, это как бы сейчас... Смотрите, это на еврите, это имеет разные вещи. Но по-простому, по-простому, это какие-то вещи нехорошие, когда человек исполняет как бы свое желание и нарушает то, что ему сказано не делать. Правильно? У меня уже есть всякие... Это Дахов, который его... Устремление, которое мы говорят, делай так. Вот для того, чтобы этого не было, должна быть крыша, чтобы не снесло крышу. По-моему, это вот такой вот ответ. А вот Раф Кук, он добавляет, что клей, который склеивает дни, это вот опять же, либо крыша наверху, либо, можете сказать, вон там внизу, это трепет перед Богом. И это уже как бы самый такой, ну, мощный залп со стороны религии. Раф Кук пишет, единство души – одно из самых базовых условий для счастья человека. Да, ну, по-видимому, да. Окей. Ну, хорошо. Продвинемся чуток дальше. Да, Раф Ширк ведет нас к тому, что, как бы, общая цель, единая цель, да, не делает в жизни человека, вообще не мешает разнообразию жизни, да. Более того, когда у человека есть одна цель, тогда в его душе нет раздрая. То есть все остальные его стремления, ситуации, состояния, он проверяет в свете этой цели, да. И жизнь его, наоборот, становится более разнообразной, так, как и другие области жизни становятся осмысленными в рамках, в свете этой цели, да. Например, человек, который поставил цель ловить рыбу, да, он изучает, например, правильное питание, да, как ему питаться, чтобы у него были силы там сидеть на льду, да, наблюдать за поплавком, была концентрация. Или, например, он, как бы, совершенствует со своей профессиональной деятельности, чтобы у него было больше средств для того, чтобы покупать рыболовные снасти, да. Таким образом, он все это подчиняет своей цели и развивается не только в направлении рыбалки, да, но может развиваться также там в других направлениях. И все это служит одной цели, да. При этом человек разносторонне развивается, да. Таким образом, Рафширки нас подвел к тому, что должна быть цель, и цель должна быть одна. Ну и в конце у нас опора на источники, как это положено, да. Рамбам, Шмуна Праким, пятой главе пишет, должен человек подчинить все силы своей души по знанию и всегда держать перед глазами одну цель, да. И здесь уже как бы забегая вперед, Рафширки нам назвал, что это цель познания, да. Ну и здесь мы заканчиваем первый подраздел и переходим ко второму. Мы сейчас на пятой странице, на иврите называется «Пхират Атахлид», то есть выбор целей действительно. Окей? Те, кто следят за ивритом, смотрите, я усердно вклеиваю куски, которые мы проходим. Итак, вторая подглава – выбор цели. То есть после того, как мы определились, что цель есть, о том, что цель эта должна быть одна, нам теперь нужно эту цель выбрать, да, какая должна быть одна цель и после этого отказаться от других целей. И здесь опять же Рафширки привлекает логику, да, и возвращается к примеру про рыбака, да. Вот он есть рыбак, его цель – рыбалка, да, и есть некий спектр областей, которые его интересуют в свете рыбалок, да, например, питание и заработок, да. Но есть и другие цели. Например, его не интересует квантовая физика и греческая философия. Это ему никак не помогает ловить рыбу. Но если человек поставил цель стать президентом, то ему нужно разбираться в намного большем количестве областей, да. И таким образом Рафширки формулирует некий закон, да, о пропорциональности высоты целей и широты интересов, да. Чем более высокая цель, тем большее количество областей, да, интересов она охватывает. И наоборот, соответственно, чем больше интересов сторон жизни мы можем включить в цель, значит, эта цель более высокая. Да, вот это понятно. То есть таким образом может быть такая цель, да, из всех целей, которые выбирают люди, которая включит в себя вообще все, да. Вообще всю реальность, весь мир, все интересы, все состояния, вот. И это будет, соответственно, самая высокая цель. И тогда к этой цели, получается, нужно стремиться, да, потому что она сделает жизнь максимально разнообразной. Окей. Да. Ну, я думаю, что это как бы, ну, принимается, грубо говоря, простым умом. Да, действительно так. Если человек встает утром, и у него единственная задача это доползти до пивного варька, по-видимому, как бы, у него будет очень ограниченный век. Хотя при этом он тоже будет включать всякие там, где достать деньги, сдать бутылки, туда-сюда, ну, то есть как бы можно вообще заполнить, да. Но при этом будет ограничено. А если человек будет думать вообще, не знаю, о том, как делается пиво, из чего оно делается, о производстве пива во всем мире, и пятый десяток, он будет как бы читать Википедию и дальше развиваться. Окей. Ну, в общем, я, ну, я как бы еще читал, но ведь я понимаю, куда Раф идет, да. То есть он начал с некоторой точки, сказал, ребята, все понятно. А дальше он эту точку очень-очень-очень-очень-очень сильно расширяет, захватывая в нее вообще, не знаю, весь существующий мир. Но сейчас мы увидим, как он это делает. Окей? Я думаю, что человек, который пытается допустить до пивного ларька и при этом решить множество целей не попасться кому-то, да и где достать деньги, это тоже самое присуще президенту. Он тоже думает об этом, только в большей широкой масштабе. То есть любой алкоголик, в принципе, взявшись за ум, сможет стать президентом. Вот так. Ну, смотри, совместная гастрова. Значит, для того, чтобы быть президентом, понимаешь, то есть каждый президент, не дай бог, может стать алкоголиком до пивного ларька. А вот обратная ситуация, она мне кажется, не очень очевидна, да, и именно исходя из того, что у них изначальный базис, то есть у них изначальный вот фундамент, он разный. То есть когда он широкий, то можно вообще сузить, что нежелательно. А вот расширить, это проблема. Поэтому желательно изначально строить как можно шире, да, тогда как бы можно построить более высокое здание, например, доползти до президента. А вот наоборот, ну, непонятно. Хотя хвоя, очень может быть, что есть хвоя у президента, то есть как бы экспириенс, да, переживания, жизненное ощущение. Есть какая-то хвоя у пивного ларька, я как бы не отказываюсь. Не то, чтобы у меня большая как бы хвоя, типа ларьков, но так я себе представляю. Окей? Ну, хорошо, идем дальше. Теперь у нас есть Талмуд, трактат Хулин 109b, в котором приводится история. Как Ялта, так зовут жену Рава Нахмана. Она спрашивает своего мужа, говорит ему, все, что нам запретил Всевышний, он разрешил аналог. Запрещена замужняя женщина, разрешена разведенная. Запрещена жена брата, разрешен и бум. Запрещен нутряной жир, разрешен курдюк. Запрещено употреблять в пищу кровь, разрешено есть печень. И вот она его спрашивает, я хочу попробовать мясо с молоком. И он говорит, зажарьте, своим слугам говорит, зажарьте ей вымя. То есть это аналог мяса с молоком. И о чем нам говорит вот эта история? Жена Рава Нахмана, мудреца, что она хочет попробовать запрещенное, что у нее такое за желание? Нет, на самом деле она просто хочет познать Всевышнего, и она хочет познать Всевышнего во всем. И пока в мире есть вкус, который невозможно попробовать в разрешенных рамках, тогда получается, что познание Бога несовершенно. И этот рассказ иллюстрирует, что цель, связанная с Божественным, обязательно включает все стороны жизни. Вот наконец мы дошли от зеленых человечков, с которых начал Равширки, до Божественным. Таким образом он логично нас подвел. И поскольку Всевышний это Бог всего, то в мире нет ничего, что не включено в цель познания Его. Это и наука, искусство, спорт, различные области культуры, путешествия. И на самом деле именно невозможно познать Бога, не познав Его мир во всей полноте. И человек, который поставил цель познать Бога, он живет разнообразной, разносторонней жизни. Кроме того, он находится в мире единым, а не разделенным. Вот к такому выводу пришел Равширки к концу второй главы. Это вполне тривиально. По-моему, мне кажется, это не тривиально. Опять, насколько я могу судить, и для еврейского мира это не тривиально совершенно. С примера, в еврейском мире, скажем, сегмент, который называется Харидин, по-русски ультра-ортодокса. Люди как бы специально делают ограничивать свою жизнь всяческими рамками для того, чтобы, ну вот, может быть, по, как бы, идя по аналогии Равширки, как бы, не быть вовлеченными в какие-то другие вещи, а быть устремленными только на одно. А вот эта вот линия действительно Всевышний Бог всего, не в мире наука, искусство, спорт, путешествия, вот это, мне кажется, это линия достаточно новая, которая, вообще говоря, может быть, действительно, в картах хулино-то сказано, хотя на мой, как бы, он не посвященный вкус слух, это звучит как нонсенс, понимаешь, когда человеку, да, непонятно, если запретил, казалось бы, запрет абсолютный, то есть, если человек что-то нарушает, он нарушит весь мир, получается, некоторая игра, а запретил, есть аналог, это получается, как некоторое, ну, не знаю, в общем, на мой взгляд, как бы нетривиальное, но то, что вот дальше у тебя будет следующий слайд, на мой взгляд, на мой взгляд, это следствие оскалы, следствие просвещения, вовлечения евреев и какое-то стремление религиозных, которые с этими сталкиваются, тот же самый Равку, который был человек образованный, у которого были светские знания, кто-то жил какое-то время там в Англии, пятое-десятое, правильно? Для него это возможность вобрать все, и он это решает так, что он говорит, Всевышний – это все, наука, искусство, спорт, путешествие. Мне кажется, что все-таки это, для меня это как бы приемлемый подход, это правильный подход, я его понимаю, чувствую, но это совершенно нетривиально для вообще, для еврейской мысли. Знаю, мне так кажется. А скажите, пожалуйста, вот ваше мнение, слов познания Бога невозможно без познания Его мира во всей полноте, но ведь в полноту мира входит, например, и языческий мир, и также мир зла, и та часть, которую принято называть, что часть мира, которая возле лежит, а как же это можно познавать-то? Спасибо. Так для этого есть, собственно, вот эти границы, да, есть что можно, есть что нельзя, да, то есть мы как бы этот мир сортируем, более того, у нас есть разные области сортировки, да, например, есть евреи, которые могут извлекать искры и поднимать только кошерное мясо, есть бнойноах, которые, опять же, в рамках заповеди могут наслаждаться не кошерным для евреев мясом, но при этом у них есть какая-то часть запрета, это часть от живого, да, таким образом все человечество разделено на области, да, которые поднимают разные люди, над которыми работают. То есть мы не можем включить все, если нам разрешить вообще все. Для вот этого самого процесса включения и подъема реальности, да, у нас обязательно должна быть граница, да, вот эта сортировка и подъем искр. То есть это некая работа, и каждому выделена какая-то область. Вопрос Геннадия, я думаю, очень-очень-очень в тему. Опять, то, что я говорю, это исключительно, как бы, мой субъективный взгляд чуть-чуть, как бы, приправленный тем, что я слышал, знаю и выучил, а этого очень мало и немного. Мне кажется, с точки зрения знания, познания, это неограничено. Познание человека не ограничено. Но с другой стороны, это познание, оно окутано или находится в рамках очень-очень сильной вещи, очень эмоциональной, очень сильной, которая определяет всю жизнь религиозного человека, а именно то, что по-русски переводится трепет. Знаешь, такое трепет? Трепет это не просто боязнь, в том смысле, что ребенок боится там, я не знаю, сделать что-то, ему сказали, не смотрите в ревизор, он смотрит в ревизор. Это не так. Трепет, с одной стороны, а с другой стороны, знание. Вот это вот знание и изучение окружающего мира, да, конечно, но при этом, когда у человека, у него есть трепет. Трепет перед чем? Трепет перед тем, чтобы повести себя как-то неправильно. Вот это вот соединение вот этих вот вещей, ну, это как бы сложная вещь, действительно, да, окей. Ну, мы сейчас... Трепет это и есть осознание границ, правильно? Ну, да, но даже мне, на мой взгляд, вкус это даже больше, чем осознание границ, потому что трепет это не просто границы. Трепет, рья-тошем, это то, что заставило Авраам Авину, да, про отца Авраама, приносить в жертву своего сына. Трепет перед Богом. То есть, это нечто очень-очень-очень как бы большое, которое вообще определяет всю составную человека. А познание, ну, все это. Познание человек может, как съездить в Индию, посмотреть, как там происходит, как там происходит, еще что-то, и пятое-десятое. Но при этом трепет, это очень важно, это как бы сильная вещь. И в рамках, не знаю, в рамках религиозного понятия совмещения двух этих вещей, даже познание Бога и трепет перед Богом, это сложные вещи. Насколько я понимаю, вся книжка Мурена Вухима Рамбама, «Путеводитель заблудших», она как бы более-менее вся крутится вокруг этого. Как можно познать, то, что познать не важно. Окей? Но то, что мы сейчас продвинулись вперед, и вот это вот дальнейший, следующий шаг Рабашаки, о котором он говорил, о том, что мы начали с зеленой человеческой все очень просто. Потом свели это к тому, что вообще обязательно должна быть тахлес, должен быть какой-то тахлес, должна быть цель. Потом сказали, что, ну, понятно, цель должна быть одна, чтобы человек как бы не рассеялся. Ага. Но при этом, если у него цель одна, то человек мог сказать, да, но при этом тупой такой, да, сидит, рыбу ловит или еще что-то. А, нет, как можно более широко. Окей. Тогда как бы понятно, куда это все выводится. Типа в открытый космос. Вот так, наверное, нет. Окей. Ну, я еще хотел бы добавить, да, еще есть цитата из Талмуда, которую в Тубе Шват постоянно вспоминают, да, что когда человек попадает на суд, его спрашивают, ты попробовал ли ты все плоды, да. То есть получается, что у нас опять же, да, есть какие-то цитаты, да, в еврейской традиции, которые говорят о том, что есть некая, да, высочайшая цель попробовать все, да, и через это, и через это познать как раз Всевышнего, ради цели познания. Вот. И в этом как пробовании, да, обязательно должны быть некие границы, да. Как сказано опять же в книге Дворин, ты съешь все народы, да. Что значит съешь? То есть ты их поднимешь, да, исправишь. Ну, конечно же, в еде, да, должна быть какая-то сортировка, да. Но опять же нас Раф Шерке в своей книге ведет к самой высочайшей цели, да, то есть поднятие всей реальности и включение ее в божественное, как не видится. Да? Окей. Ну, хорошо, проведемся часов дальше. Да. Тогда у нас следующее, третье и последнее на сегодня подглава. Это, собственно, первое было, да, что одна цель, вторая, что эту цель нужно выбрать. И здесь нам Раф Шерке прямым текстом говорит, что эта цель это познание Всевышнего. И в этом он ... Только скажу, мы сейчас переходим в следующий параграф, да, в этой главе, который называется Тахлид Асагат Ашем, а именно задача, цель, окончательная как бы супер-супер-задача это познание Всевышнего. Мы находимся на конце шестой страницы. Да, слегка. И в этом мы опираемся, Раф Шерке опирается на Рамбама, который опять же пишет Шмона Праким, пятая глава, человек должен всегда держать перед глазами одну цель постижение Всевышнего в меру возможности человека. Свой один из основных трудов Мишне Тура Рамбам начинает с раздела, который называется «Знание», и он начинается с законов основ Торы, в котором он начинает, что человек должен познать Всевышнего, и заканчивается этот раздел закона основ Торы, закона Медшевы, в котором вот такая есть сильная цитат. Известно и очевидно, что любовь к Всевышнему, который завладеет сердцем человека настолько, что он постоянно будет пребывать в ней и оставит все на свете, кроме нее, как заповедовал Всевышний, говоря, всем сердцем твоим и всею душою твоею. Такая любовь достижима лишь в познании Всевышнего, и от познания Всевышнего зависит сила этой любви. Поэтому должен человек посвятить себя постижению изучению тех премудростей, которых он сможет познать своего владыку в меру своих возможностей к пониманию. Здесь, как мне кажется, важна привязка именно к заповеди из Шма, которая читается по утрам и вечерам, который мы читаем «Возлюби Бога». Там сказано «Возлюби Бога», то есть это заповедь. А что значит «Позлюби»? Здесь нам Маймонит объясняет. «Возлюби» это значит «познай». И значит цель это познание Бога. Но на самом деле, если мы будем спрашивать религиозных людей, то выяснится, что далеко не все с этим согласны. Есть большая часть традиционных евреев, которые на вопрос «в чем цель жизни?» они будут отвечать, что это служение, это исполнение заповедей. то есть если их спросить, как они относятся к познанию, к любви, то для них это тоже будет одна из заповедей. Да, мы хотим познать Бога, потому что Он сказал «бхоль драхеха да эгу» на всех путях своих познавай его и так далее. Можно найти цитаты из Танаха. То есть для них познание будет не целью, а средством, а цель заповедь. Мы его хотим познать, потому что Он дал такую заповедь. То есть у них цель служения. Есть другая большая часть еврейской традиции, которая говорит, что наоборот, заповедь это средство, а цель это познание. И здесь два главных авторитета, на которых ссылаются Равшерки, это Рамбам, цитаты из которых я сейчас прочитал из Рамбама, и это Зоа, в котором сказано, что цель творения Бэгинда Иштимода Инля, это Бо, 218-й пункт, если я правильно помню. И также Зоа, в третьей части 111-й странице Б, делят значит, под познание, делят служение на сына и раба, что есть раб, который выполняет указания царя, и есть сын царя, который выполняет указания своего отца. И в чем их разница? В том, что раб не знает, зачем это царь заповедует, а сын соответственно знает. Разница у раба и сына в том, что сын знает желания и вкусы своего отца. И Зоа резко критикует тех, кто служит Всевышнему как рабы. И говорит, что нужно служить Всевышнему как сын. Хотя сын делает то же, что и раб, но его разница в том, что он знает. И там в Зоа сказано, что сыну позволено копаться в сокровищнице. Да, очень красивое выражение. Для тех, кто как бы иврит понимает, очень красиво. То есть ему дозволено ковыряться в сундуке отца. Ну, Гензей должен быть больше, там, где у отца вообще всякие эти самые сокровищ. То есть сын может заходить туда и все в слугу выгонит и скажет, ты чего, ты вообще куда поперл? А вот сын у него есть право, он может туда зайти, начать там вообще Лефашфеш особенно хорошо. Лефашфеш это как бы Кишпишим это Блорфи вообще-то. Лефашфеш это так сказать ковыряться там что-то такое, выискивать и все, дотошно рассматривать. Очень как бы по месту очень красивое слово, что он не просто приходит и оценивает сколько тут стоит, сколько у меня от отца достанется, а что он действительно у них ковыряется. Да, это интересное выражение, но Рафшерк его объясняет, что вот эта ковыряться в сокровищницу это значит знать мысли отца, знать зачем он приказывает тот или иной приказ, и для сына именно желательно не только выполнять, а потому что выполнять не зная может и Раф, для него желательно и знать зачем, и тогда выполняя указы царя, отца, он соответственно действует более близко к воле отца, и поэтому Зоар резко критикует тех, кто служит как рабы, и получается, что от человека требуется не только исполнять, но и знать смысл заповеди, и в этом как раз совпадают Зоар и Маймонит. В Танахе на самом деле есть тоже понятие Эвет Ашем, раб Всевышнего, и самые как бы Авраам, Моше, такие люди названы этим словом, но Раф Шерки говорит, что тот раб Всевышнего, который в Танахе, это на самом деле третий уровень после раба и сына, это тот сын, который из большой любви и понимания отменил свою волю как раб, что он как бы знает, но отменяет уже осознавая желание отца, отменяет свою волю. Вот это называется уже раб Всевышнего, который в Танахе. Таков путь любящих служить друг другу. И Раф Шерки тоже критикует вот эту позицию, что служение ради служения и познание ради служения, потому что человек ощущает заповеди как обязанность, от которой он просто исполнил, снял с себя обязанности и все. И он связывает это с цитатой из Ишаяху и стало для них слово Господне повеление за повелением, черта за чертой, немного тут, немного там. И в итоге они заповедь тут заповедь там, если все эти заповеди не склеены друг с другом, склеены они могут быть единой целью, а цель это познание. Если я знаю желание Отца, его мысли, зачем он дает эту заповедь, тогда у меня все эти заповеди соединяются воедино. Если вот этой цели нет, если цель только служение без осознания, тогда вот это превращается черта за чертой, немного тут, немного там, и они пошли, упали на взничьи, разбились, и попали в сеть и были пойманы. Да, это очень здорово. Цафлы цаф, цафлы цаф, кафлы каф, кафлы каф, за ищам, за ищам. То есть там сям, по-русски это там сям. Я еще хочу сказать, что вот эта вот тема познания веры, мне кажется, что это центральная тема вообще учения Рава Шепки. По той деятельности, которую я вижу у него в Израиле, у него целое направление, которое называется хохмат аймуна. Хохмат аймуна, то, что по-русски надо, наверное, перевести мудрость веры. То есть это как бы какой-то интеллектуальный аппарат или инструментарий для понимания, что такое вера. И это вот, мне кажется, очень-очень ложится, то, что мы сейчас изучаем, вот эти, это очень-очень ложится на основное направление учения Рава Шепки, хохмат аймуна. Да? Да? Есть еще какие-то вопросы? Народ, вопросы, пожелания? Я отклеил в Иврит. Может, кто-то читает Иврит, есть вопросы? Ну, вера тоже различная, да, бывает? Ну, да, рыбаки тоже разные бывают, но я не знаю, разные, наверное, бывают. Ну, как, вера во Всевышнего, того Всевышнего, который Шем-Ихат, Уш-Мой-Хат, он единый, имя его Едино. То есть, ну, как-то, вера разная бывает, черную кошку смотрят тоже, я не знаю, тоже считается, поверье, вера там, то есть, понятно, что имеет в виду, как бы, Рав Шепки, вера в единого Бога, который создал небо и земли, который управляет этим миром, и выделил евреев для того, чтобы они, как бы, служили ему на благо всех народов. Ну, вот, я не знаю, я так вот на одной ноге и провязаться стал, что такое еврейское веро. По-моему, это вот так. Ну, а так, как бы, наверное, действительно разные бывают. Окей, еще. Да. По познанию, например, кратко опишу свой путь в Бонай-Нуах. Занимался эзотерикой, ну, всякой этой дрянью. Меня выкинул в православие. То есть, колдовство, колдовство, кайдалопоклонство. Потом начал, а почему же, а что значит на самом деле заповеди, которые озвучиваются в Новом Завете и так далее. А что с историей там. Начал немножко обычаи, истории изучать. И понял, что Новый Завет нашит белыми нитками. То есть, меня уже привело к идуизму. То есть, я понял, истина-то здесь. в чем дело. То есть, человек должен познавать, испытывать все это, как говорится, через ум, через разум свой пропускать. Докапываться до самой сути. И в принципе, в любой религии, какая бы удаленная она ни была, если человек начинает действительно изучать, и он в любом случае может прийти к водоизму, к Бнайноах. Потому что, вот эти зерна, которые раскиданы там, все, в принципе, они шиты белыми нитками. Что-то есть в любой религии от заповедей истории. И человек понимает, в любом случае придет либо к Бнайноах, либо станет иудив. Ну, вот как-то так. Да, мы согласны. Мы согласны с этим. Мы раскрываем ворота, приглашаем всех не просто что-то такое соблюдать, что-то не соблюдать и так дальше. А вообще говоря, понимать, что к чему, откуда ноги растут. Хорошо, чтобы они росли из какого-то, как можно более широкого фундамента, а еще есть возможность быть и в Найноах, еще президентом стать, вообще говоря. Ну, а по пути еще рыбалкой заниматься, по-все. Баучик ловится, тоже вообще говоря, поощряется. Ну, вспомните, царя Давида и Машера Бейду, они же были пастухами, тем не менее, стали президентами. Ну, там не тем не менее, вообще говоря, пастух, это важная специальность, на самом деле, говорят, что она, с одной стороны, человек все время находится в состоянии, он видит окружающий мир, он медитирует, то он находится в нем, а с другой стороны, у него очень человеческие, как бы, качества по отношению к животным. То есть, есть медраж, который говорит, что вот почему Моисея был выбран в качестве пастуха народа Израиля. Потому что, вот, есть такое сипу, что он видел, как там овечка убегает, он за ней подбежал, туда-сюда, вообще, говоря, ступикаясь, и все, для того, чтобы обязательно ее дружить, она не убежала. Поэтому, вот, кого-то себе же не видел, что он так вот за одну овечку, вообще говоря, и обережется. Вот. А значит, он может быть хорошим пастухом. Вообще говоря, в современном Израиле, вот, это начинает возрождаться. Что-что? Подтушенство возрождаться? Ну да, ты что? Это, в общем, современная тема очень сильная, потому что те самые, как бы, в кавычках, отрывы, которых называют норы и главы. То есть, ребята с этих скалмов, которые захватывают, там, пятое-десятое, сражаются с арабами. Вот там самая, как бы, востребованная специальность, это пастухи. Действительно, еврейские пастухи, которые там, эти самые стада, и пятое-десятое. Так что, просто, это вот то, что Юра сказал, попал на какую-то почву пастухи, это сильное слово. Ну и потом, вообще, слово роя, роя, на еврейском, роя, то есть, пастух, да, роя-цон, это вообще, да, это вот, это тот человек, который, ну вот, пасет свою, как бы, общину, да, вот, роя, пастух, это сильное лечь. Окей. Ну еще, мне кажется, очень важно, изучая заповеди, какие-то, или тот, кто преподает, допустим, эти заповеди, должен обязательно говорить, что они имеют, не просто, морально-этическое значение, согласно, допустим, взять книгу Перешит, третья глава, Бог сказал, проклятая земля из-за тебя, то есть, человек, приступая к заповеди, меняет вокруг себя, не только свою жизнь, изнутри, но и он вокруг себя, природу меняет вообще. Все действия человека, они отражаются на внешнем мире. А если толпа народу приступает, то тут вообще глобальное потепление, и черт не знает, что там происходит. То есть, вот это важно. Да, это правильно. То, что меня поразило, вот этот трактат Хулина, в котором говорится, что все, что запрещено, в то или иное, в каком-то виде разрешено. Ну, вообще, говоришь, не один момент, одна вещь, она непонятная, казалось бы. Если сказано, нельзя мясо с молоком. Ну, я прошу прощения, нафига козебаян? Ну, зачем тогда вообще пробовать какое-то соединение, жарили те самые, вымя и пятый десерт? Ну, как бы непонятно. Потому что Всевышний хочет, чтобы человек попробовал все вкусы. Ну, да, наверное, да, но вот то, что говорит Равшин, да, да, действительно так, да, да, но это не обшит, это непростая вещь, значит, это как бы трудно понять, вообще говоря. Окей. Можно, пожалуйста, да? Прямо, да, Сергей? Я где-то не помню, вот встречал или в Талмуде, или в Медрашах, где говорится о том, что Всевышний обращается к народу и говорит, я вам что-то запретил, а что-то разрешил, чтобы вы исполняли мои заповеди или трепетали передо мной. Вот я не помню, где это написано. Может быть, вы когда-то сталкивались и слышали, может быть. Нет? Я одну секунду отвлекся, а можно повторить еще раз, в чем вопрос? Я где-то слышал, но сейчас не помню точно, может быть, вы слышали или в Талмуде, или в Медрашах написано, что Всевышний обращается к народу, к Израиле и говорит, я где-то вам что-то запретил, а где-то что-то разрешают, заменяя то, что мы читали в имя можно с молоком, а это нельзя. Ну, вот как бы Всевышний заменил одно на другое, он как бы и запрещает в одно время, а в другое время и дает Израилю, чтобы они могли это употреблять в другом виде. Но именно это делает для того, чтобы они соблюдали заповеди. Смысл в том, что это важна заповедь, как я понял. Просто я не знаю, где это сейчас написано. Я не могу напрямую сказать, но я думаю, что то, что вы сказали, это близко ложится, так как мы понимаем, если он как-то отхулит. И на мой взгляд, опять, это сложная для понимания идея, которая там высказана, что человек должен как бы идти, вообще говоря, вот по такой границе, что я сейчас не хочу приводить примеры, но можно сказать, что человеку что-то из язычества попробовать, или как-то вот это, которое похоже на это. Не знаю, я думаю, в современной ситуации человек начнет идти в эту сторону, он скажет, знаешь, дорогой, пойди к Равину и спроси, а он тебе скажет, что ты можешь сделать, что ты не можешь делать. Иначе это такая очень тонкая грань получается. И даже все-таки этот рассказ говорится про Рэббетсон, про жену Равина, Ида, которая спрашивала человека на улице, о чем у него такое. Она спросила своего мужа, он, по-видимому, был человеком образованным в точечной традицией. Она спросила, а как же вот так вот, что? Ну, вот он нашел такой выход, он и сказал, ну, вот, можно там вымя поджарить, например, смотри, попробуй. По простому смыслу, это как бы простой человек, я думаю, довольно такая скользкая сторона. Окей. Ну, здесь, мне кажется, еще важно, да, чтобы не просто человек пробовал все вкусы, а чтобы он пробовал все вкусы, потому что этого хочет Всевышний. И поэтому должна быть такая заповедь, да, то, что есть такая заповедь, она подразумевает, что что-то пробовать нельзя, да, и поэтому тут важно именно, да, пробовать вкусы мира, который сотворил Всевышний, потому что он этого хочет, да, и поэтому вот именно такая хитрая система, да, вот это можно, вот это нельзя, да, Но в целом это не для того, что вот зачем он что-то сотворил и не дает тебе это съесть. А он хочет, наоборот, чтобы ты попробовал это, потому что он хочет, чтобы ты это попробовал. Да-да. Если переключиться четок на бытовуху, то в современном Израиле, и, кстати, это не в Израиле, я думаю, что евреи во всем верят, это вот есть такое религиозное, видно, выражение, что, например, то, что можно, это делается как бы полностью отрываясь. Например, там еда, мясо, эти трапезы и все проще, народ ест со страшной силой. Поэтому, если вы посмотрите, особенно в религиозных кварталах вообще, зачастую как бы, ну даже большинство, если вы едете, смотрите, очень много толстых людей. Очень много толстых людей, потому что очень много живут, просто едят. Спортзал и никто не ходит, да. Точно так же борьба, например, с Кока-Колой. Кока-Колу не запретили пить. Поэтому дикая борьба была в Израиле. Известно, что Кока-Колу во всем мире как бы сладкие напитки и все прочее. Но, тем не менее, вот были вынуждены снизить цены опять на эти сладкие напитки, потому что невозможно с ними бороться. Потому что это не запрещено. Пьют со страшной силой Кока-Колу и сладкие напитки. Повысить цены, например, что ли? Не, хотели повысить, повысить, а теперь опять обратно. Точно так же, как исполнили одноразовую посылку. Нигде не написано в Туфторе, что нельзя использовать одноразовую посылку. Поэтому, если вы посмотрите на любое место, где в основном Харидин, который Суккот или какие-то праздники, дикой замусоренности всего окружающего пространства. Нигде не напрямую написано, что нельзя мысорить. Окей. А то, что надо есть и пятое-десятое, это да. Окей. Поэтому тут такие тонкие вещи. Но сама идея, она понятна. Человек должен расширить свои духовные возможности. Он их расширяет таким образом, что он в рамках того, что разрешено, и даже идя по пограничной полосе, он все это делает для того, чтобы еще лучше понять, что такое этот мир, в котором он живет, для того, чтобы еще лучше соблюдать заповеди. Ну, вот так они ими. Более того, можно вот эти идеи экологии, одноразовую посуду, идеи здорового питания, их тоже включить в Туру, привязать к заповедям, и сделать, чтобы человек, допустим, не пользуется одноразовой посудой или не пьет Кока-Колу, осознавая, что это тоже в какой-то мере относится к Тори. Да, мне кажется. Да, сто процентов. Конечно, ты говоришь сто процентов. Потому что даже то, что мы сегодня читали, вот у меня это все как бы трансформируется на то, что я вижу, как бы вижу за уже четвертое десятилетие в нашей жизни в Израиле. Потому что вот то, что написано цафлы-цаф, кафлы-каф и так там дальше, человек, я могу сказать, вот от сих до сих, да, то, что надо в суке есть, чтобы у тебя головой была сука, окей, я не буду есть хлеб, нет. Но когда я его ем, я могу мусорить, я могу бросать, я могу это, это совершенно не укладывается в это. Когда я выхожу напротив и вижу наших соседей, да, которые замусоривают с дикой силой всю зеленую траву, я спрашиваю детей, зачем вы бросаете эти пластиковые эти? Я ему говорю, ты знаешь, только как душа тарится, то есть святость земли. Вот земля из Раиле душа тарится, но он на меня смотрит просто, на меня кажется, как баран, но он что-то не понимает. Одно дело, душа тарится, что значит душа тарится? Ша тарится, например, когда есть шмита, то плоды седьмого года, когда человек ест, он, например, не выкидывает ни косточек, ничего, и они тоже это не выкидывают, ни кожуру, ничего, потому что в них есть святость, они собирают. А вот взять пластиковые эти штуки, разбросать по всему, это нет к чему. Ну, придет завтра, послезавтра араб, он все уберет. Поэтому сделать этот мир или понимание этого мира действительно всеобъемлющим, и всему этому, я думаю, он служит действительно, действительно, по большому счету, учение Рава Ше. Ну, хорошо, господа и дам, вот у нас в Элвене есть замечательный, который обычно задает вопросы, она молчит, не знаю. Есть Елена, которая обычно задает вопросы, молчит. Есть замечательный, уважаемый Дима Калашник, молчит. Но, хорошо, насильно в зуме из людей слов не вытащишь, как известно. То есть вы говорите, что в Израиле религиозные люди занимаются тем, чтобы выбрасывать мусор, так что получается? Ну, подожди, ты не своди все к одной, этой самой фразе, значит, религиозные люди. Люди разные бывают. Послушай, если в среде религиозных это особый разговор, это особый. Религиозные тоже есть совершенно различные сегменты, они больше, другие, меньше и так дальше. На самом деле, совершенно очевидное деление на тех, которые, скажем, для них универсальное понимание мира и понимание Рава Кукли, то, что говорит Равшет, это одна сторона. И другие люди, которые стараются ограничивают себя тем, что они скрупулезно соблюдают заповеди. А то, что напрямую там не написано, как бы, это менее важно. Вот и все. Зачем? Надо все... В Торе же есть заповедь о здоровье. Если человек не здоров, будет обжираться, будет кидать весь этот пластик. Он будет... Как раз пишет Маймонит, да, в самом начале сегодняшнего... Это ура. То есть, он привязывает, дает конкретные указания по здоровью, по питанию, но относительно своего времени, конечно. Но то, что он это делает, все опять же привязывает к цели познания Всевышнего. Но это как бы не стало, я не знаю, в традиции, в швырханарухе. Это не стандарт. Это не стандарт. Я думаю, что это не стандарт. Я думаю, что это не стандарт. Но если ты загадишь, допустим, пространство вокруг своего дома, а в доме будет у тебя чистота, в любом случае, рано или поздно, вся эта гадость придет к тебе в дом. Вот как бы ты там ни старался вести жизнь по заповедям, чистить свой дом, но если ты гадишь снаружи, то в любом случае это придет к тебе вовнутрь. Смотри, мы же сейчас читали, вот было цафлы-цаф, кафлы-кафлы и так дальше. Но опять, я не хочу никого как бы не из присутствующих, а вообще, да, загонять в угол, а ведь они такие, пятые-десят. Но ты не можешь себе представить, что из человека вся жизнь регламентирована с просыпания и до уложения обратно в кровать. Каждую минуту человек, вообще говоря, все, что он делает, выходит, поел, прочитал Берхат Амазон, пошел на улицу, прочитал Филат Адерах, сел учить, прочитал Бараху на учения Тор. И так, я уж не говорю там про молитв и все прочее. Но человек, вся жизнь, она как бы занята вам. И это поведено на то, что он говорит, цафлы, цаф, кафлы, капли. И вся человека, она регламентирована. Это человек жестко регламентированная жизнь. Но он постепенно втягивается в это и как бы он не замечает, ты говоришь, там грязь и все прочее. Человек может спокойно накладывает филин, находясь вместе, которое, с нашей точки зрения, оно очень не симпатично. Ну и что? Поэтому это общий вопрос. Опять же, я сейчас не хочу кого-то уесть, там какой-то сектор и все. Просто говорю, что мне кажется, это именно то, что говорит Раф Шерпи в Хохмат Аймуна. У человека есть вера, не просто вера, он должен быть Хохмат Аймуна, должен быть мудрость. Это мудрость, это экология, и так дальше. Окей. Но это не просто к этому прийти. Не просто прийти к соблюдению заповедей, ну и, наверное, не просто соблюдая заповеди, прийти к понятию экологии, скажем так. Это же просто. Для чего Бог человеку дал землю? Чтобы заботился, заботился о земле, растил там, выращивал все. Вот это все к этому идет. Это же заповеди есть в Торе. Это есть идеалы, есть идеи Торы, да, а есть то, что традиция как бы все это расписала по заповедям, да, и в этом как раз и проблема, что человек забывает идеалы Торы, да, и сводит все, как здесь, как у пророка написано, да, в лице, в кабликах, да. И это как раз то, что хочет исправить Равшерки, да, традиции. И в частности эта книга этому посвящена, да. И я думаю, что еще есть, конечно, момент, что, ну не то, чтобы не даром, но учение Равшерки, оно очень-очень ложится на то время, в которое мы живем. По большому счету, вот это время, с нашей точки зрения, это время возвращения народа Израиля на свою землю. Все это время, пока Израиль жил вне своей земли, это было ущербное время. И это было искривленное понимание действительности, несмотря на огромное количество еврейской мудрости, да, я не хочу сказать горы, но огромное количество книг, которые были написаны, и все. Но в каком-то смысле, в каком-то смысле, это, конечно, было искривленное состояние, потому что было состояние не на своей земле. И что сейчас происходит, я думаю, что, я могу на себя взять, да, что вот учение Рава Шерпи, оно для того, чтобы исправить миросознание евреев, когда они вернулись на свою землю. Изменить отношение к этой земле в большом смысле этого слова, да. И второе-второе, это служение всему миру. Это универсальная составляющая. Понятно, когда евреи были как бы в рассеянии, и первого не было, и второго не было. А было самое главное, было спастись физически от преследователей, которые были вокруг. И постараться сохранить служение Богу. Но те составляющие, которые есть у народа, который живет а на своей земле, и второе, имеет как бы свою собственную задачу по отношению к окружающим народу, конечно, этого не было. Поэтому то, что книгу, которую мы сейчас мы сегодня изучаем, это, конечно, следствие того, что Рафшерхи, он, если так можно сказать, продукт своего времени, своего народа, понятно, но продукт своего времени. А именно времени, когда евреи вернулись в государство Израиль, в свою землю. Окей. Ну, хорошо, Андрей, что мы делаем? У нас осталось последнее кушия на сегодня, когда мы пришли к тому, что цель это познание Всевышнему, но тут есть одна проблема, что Всевышний бесконечно, получается, что эта цель недостижима. Но Рамбан, а в Шмонапраким там же пишут, что постижение Всевышнему в меру возможности человека познать его. И поэтому Равшерки говорит, что это все равно, что забраться на высокую гору. Если человек поставил себе такую цель, даже если он не дойдет до самой верхушки, он все равно как бы с каждой... Ну вот я теперь это знаю, мы живем в высоких горах, то есть ты тут поднимаешься, еще делаешь несколько шагов, смотришь назад, совсем другой вид. Еще дальше видно, все еще более красиво, что каждый шаг вверх он открывает тебе больше познания. Это отличает от того человека, который вообще не ставит себе цель подняться на гору и никуда не идет. С одной стороны, то, что мы ставим цель познания Всевышнему, она недостижима, и это всегда... Поэтому мы всегда живем с целью. Никогда не будет того, что мы живем без цели. Как тот человек, который, например, поставил себе какую-то маленькую цель защитить докторскую диссертацию, он ее защитил, и теперь он не знает дальше, что делать. С одной стороны, эта цель всегда перед нами, она всегда дает нам энергию, поскольку она недостижима, а с другой стороны, мы всегда на каждом шагу что-то постигаем, какие-то части, ну, не части, конечно, какие-то искры, да, постижение Всевышнего мы получаем. Вот такая идея. Вот по поводу мысли-то давно уже мне пришла такая, тот, кто заботится о земле, работает на ней, тот, получается, и хозяин этой земли. Вот по поводу этих всех бумажки там выбросил и так далее, тот, кто выбрасывает, он не хозяин на этой земле, хозяин тот, кто приходит хотя бы за деньги, даже убирается. Это уже история во многом показала. Приезжают мигранты, они трудятся, работают, и так далее, потом они замещают весь этот ленивый народ, который живет в этой стране. Рано или поздно так случается. Ну, то есть такая мысль. Окей. Да, все правильно. Все хорошо, все правильно. Окей. Ну, хорошо. Мы закончили раба. Меру возможностей человека познать его. Окей. Тоже некоторые абиболитные говорят познавай-познавай, но при этом как бы намекают тебе таким очень грубым намеком о том, что понятно, что познать его не сможешь. Но, тем не менее, не отчаивайся и познавай поэтому. Почему? Потому что в этом весь смысл идёт. Ты расширяешь себя, ты расширяешь своё познание, ты строишь огромный фундамент широкий, на который можно только подниматься. Но при этом понимаешь, что как бы тахлес он тахлес, но как бы грубо говоря, тахлеса нет, потому что постичь всё равно невозможно. Самое главное тахлес, но тахлеса всё равно нет, потому что постичь невозможно. Окей. тахлес 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 самая высокая степень познания, что ли? Нет, тахлес это реально что делать в жизни, реально что делать по жизни. Тахлес это чем заниматься по жизни. У каждого человека жизнь здесь своя, нужно в своей жизни разобраться просто, вот и всё, не нужно влезть куда-то на небо. Я в своё время говорил, я не знаю насколько это справедливо к современному русскому миру или русскоязычному миру, я сравнивал мир израильский, который я познавал, и мир российский, который я оставил. Мне в какой-то момент пришло в голову, что то, что в Израиле есть три слова, которые определяют всё существование. Вот одно из этих слов, оно просто напрямую наше, а именно есть Эдгар, есть Тахлис и есть Хавая. Что такое Эдгар? Эдгар не знаю, как по-русски переводится, да, но вот, наверное, цель, по-английски это челлендж. Эдгар это то, что человек подняться на самую высокую горку. Это не цель, потому что цель это то, что человек поставил и достиг, а Эдгар это то, что, ну, непонятно, достигнешь или нет, но очень-очень-очень буду стремиться, правильно? Есть Тахлис, то есть, если у тебя нет Эдгара, то у тебя и Тахлиса не будет. Для того, чтобы Эдгар подняться на самую, не знаю, Эверс, должен быть Тахлис, надо купить ботинки, надо купить снаряжение, надо тренироваться. А самое главное, что от Тахлиса к Эдгару у тебя будет Хавая, у тебя будет наполненное сильными переживаниями. Вот эти вот три слова, они очень сильно, на мой взгляд, тогда для меня это было как бы открытие, вообще говоря, Израиля. Если кто-то сможет перебить на русский язык все эти три слова и посмотрите, как это произошло. Видимо, если одно из этих слов оно опущено, ну, наверное, у человека что-то пропадает. Вот запомните, Эдгард, Ахлис и Хавая. Хавая экспириенс, по-русски, ну, переживание, не совсем переживание, не только эмоционально. Окей, хорошо, мы тогда на этом сегодня подведем некоторую черту. Да? Ну да. Спасибо всем, кто были, спасибо Андрею за то, что он так прекрасно все подготовил. Мы очень надеемся, что народ, присутствующий сейчас и который будет присутствовать дальше, мы будут вставлять какие-то две котники туда-сюда. Окей, на этом как бы вся идея этого занятия. Но мы стараемся выполнять свою задачу. Спасибо тем, кто участвовал активно либо пассивно. Ну, будем продвигаться дальше. Окей? Всем спасибо. Окей, тогда мы начнем. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Мы не стали открывать новую группу в Телеграме, где у нас все чаты по всем курсам. Мы продолжаем в современной еврейской философии. Тот, кто хочет туда вступить, есть ссылка на странице курса на сайте lenmod.ru либо lenmod.org. Смотрите, там есть ссылка. Можете, пожалуйста, вступать в эту группу и продолжать там наши обсуждения. Окей? Записи все. Это для тех, кто будет смотреть эти записи. Все записи будут выставляться на канале lenmod.org в YouTube. Опять же, на странице. Мы постараемся это сделать с представлением плана, презентации, может быть, даже и грейского текста, который мы читали. Посмотрим. В любом случае, можете еще раз пройтись и посмотреть, а те, кто не были, можете посмотреть и, соответственно, задавать вопросы там, где это вам удобно. Хорошо? На этом заканчиваем. Спасибо.